всем привет вы на канале крипто комманс биткойн снова пролили ниже 30 тысяч долларов и друзья мои у нас просто аномальное количество ликвидации long позиций всего-то на вот этом небольшом дампе посмотрите означает ли что одно уже пройдено нет конечно но скажем так вероятность в сторону этой догадки это смещает потому что посмотрите все предыдущие ликвидации лангов шартов вот тут вот были они абсолютно несущественные даже вот здесь вот по сравнению вот этим пиком то есть что это говорит нам что кучу маржинальщиков налипли при пробое 31 тысячи их всех побрили то есть сходили за стопами и вроде как собственно и можно лететь дальше получается так но ребят как вы помните я вам всегда говорю нужно отдаляться потому что смотрите на 30 минутки конечно же мы нарисовали барта симпсона нарисовали барта симпсона всем респекту это за шортил вот но тем не менее если вы отдалитесь побольше на 4 часа вик то вы видите что в принципе все еще под контроллером и зеленый money flow rsi хорошо сдули и мы все еще удерживаем уровень предыдущей поддержки на самом деле мы спустились по ходу на ретест наклонки снова снова посмотрите даже еще пока не дошли то есть мы можем упасть куда-нибудь на 28 800 и при этом потом отскочить также еще бодрее куда-нибудь на 35 тысяч смотрите надо еще больше отдаляться чтобы понимать всю картину происходящего смотрим дневку тут вообще все окей зеленая свеча хайка наши и мы все еще лежим на этой потенциальной параболе понимаете 2 дневная зеленая свеча довольно таки неопределенная свеча смотрите у нее высокая тень и наверх и вниз тем не менее она говорит о том что есть высокая волатильность и давайте подумаем с вами логически еще раз вернувшись к вот к этому графику огромное количество лангов ликвидировано спекулятивных фьючерсных лангов в большом плече понятно что как можно ликвидировать было лонгин на движение в пару процентов но огромного количества шартов то еще не ликвидировано если мы посмотрим с вами глобально на всю картину то тут шарты сидят всю вот эту дорогу умные шарты их еще ни разу толком не сквизанули посмотрите соответственно как я уже и говорил мы можем мы можем кольнуть еще ниже потенциально мы можем даже спуститься на ретест вот это вот лоу типа как было вот здесь вот да вроде как был отскок но потом мы ушли еще ниже то есть что-то вот такое нарисовать но глобально еще раз вам говорю если вы смотрите на картину отдалясь то еще не было вот такого движения ну как минимум вот такого движения то есть хорошего сильного отскока с бритьем всех шартистов которые налипли поэтому друзья я думаю что она очень очень скоро случится позиции я свои не закрывал немного добирал вчера еще по локальным хаям поэтому сместилась цена входа на тридцаточку вот в небольшом минусе на часть прибыли сижу но не закрываю думаю может быть буду добирать был конечно соблазн добирать вот здесь вот в самом низу но опять же говорю может быть это еще не самый низ посмотрим что произойдет ближайшие пару часов но еще раз вам говорю мне нравятся эти свечки посмотрите внимательно они зеленые хайка наши свечи они показывают силу волатильности и очень много лангов уже ликвидировано на всем вот этом движении поэтому я все еще думаю что нас ждет очень хороший сильный отскок невзирая на вот эту вот историю она наоборот более обычая мне кажется потому что невозможно лететь наверх не сделав вот такое движение не ликвидировав перед этим все ланге просто сколько раз еще это будет продолжаться вот мы увидим есть только один способ узнать немножко подождать далее интересную вещь прислал мне вчера подписчик в телеграме это недельный таймфрейм логарифмический масштаб индикатор cypher наш любимый vmc cypher кстати кто не знает про этот индикатор его точная бесплатная копия имеется на трейдинг ю посмотрите обзор по нему сейчас он появится вас сверху вот там короче посмотрите внимательно недельный таймфрейм три синих горбиков вниз и третья зеленая точка на красном money flow посмотрите где это было здесь также посмотрите здесь три синих горба понижающихся третья зеленая точка на синем горбе на красном money flow посмотрите где это было здесь и сейчас очень схожая ситуация ребята три синих горба понижающихся зеленая точка на недельном цифре rsi выходит не из такой глубокой перепроданности конечно как эти оба раза но тем не менее у нас и не было такой сильной перекупленности красный money flow опять же в общем это все напоминает ситуацию которая была первые два раза гарантирует ли нам это что повторится то же самое нет конечно не гарантирует но вероятность опять же в нашу сторону смещает потому что смотрите красный money flow если вы посмотрите на недельках он наступал уже как правило в конце медвежьего рынка ну или близко к его концу эти три синих горба вниз это и был весь медвежий рынок как вы можете видеть вот здесь и здесь и вот у нас в данный момент тоже происходит похожая формация это не является сигналом на мгновенный тузамун как вы можете видеть это скорее является сигналом на накопление и потенциальное дно медвежьего рынка как было вот здесь вот здесь ну вот здесь был да тузамун с 3 до 14 но потом нас слили обратно на 4 здесь же был плавный флэт вот это все движение кстати на самом деле это было длинное накопление просто сделали фейкаут вверх и фейкаут вниз относительно средних значений да и сейчас тоже похоже что если рассматривать это как длинное накопление с последующим ростом то это все фейкауты включая первый этот пам до 60 тысяч вот оно плавное движение если рассматривать это как падение то может будет еще конечно капитуляция перед пробоем но тем не менее в долгосрок это очень хороший сигнал опять же почему rsi не ушел в такую глубокую перепроданность возможно потому что у нас не было такой сильно перекупленности посмотрите вот этот памп он не был таким сильным как предыдущие два пампа да как вот этот памп и вот этот памп по количеству процентов возвратов соответственно может быть у нас и не будет такого глубокого дампа который все ждут то есть у нас получился более спокойный бычий рынок более-менее иксовый да и более-менее иксовый медвежий рынок будет соответственно с выходом последующим наверх я считаю в долгосрок с этим сигналом стоит считаться напишите что вы думаете об этом в комментариях внизу или у нас в телеграм-канале телеграм-чате ссылка на который сейчас у вас появилась где-то вот здесь обязательно на него подпишитесь если вы еще не подписаны так что чё смотрите слив продолжается будьте осторожны я жду отскока но вы знаете я псих камикадзе я его в принципе всегда жду и если сейчас будет совсем что-то происходить экстраординарное мне придется закрывать позицию теряя часть прибыли и перезаходить где-то дальше теперь касательно битдао кто курсе я его лангую у меня отработало три ордера на этой шпильке сейчас позиция вышла снова небольшой минус и я пока ее держу держу знаете почему биржа coinbase собирается залистить битдао и coin 98 ребята но вы я думаю знаете прекрасно что листинг на coinbase это традиционал очень хороший памп поэтому собственно я решил он это еще придержать и может быть буду его наоборот загружать опять же все зависит сейчас от битка насколько он глубоко нырнет но в целом я думаю что потенциал тут есть хороший тем более если вы посмотрите недельку но тут как бы напрашивается коррекционное движение как минимум куда-то вот сюда а coinbase может свое дело сделать сами понимаете и вот так вот нарисовать куда-нибудь выше доллара поэтому тут конечно дисклеймер но тем не менее по xrp открыл небольшой лонг без убытки пока что не знаю на самом деле зачем импульсивно это сделал вот на этой зеленой свечке сейчас буду смотреть как ведет себя рынок может быть выйду и перезайду или буду добирать пониже но вообще по идее сейчас по логике здравого смысла еще раз вам говорю должно все очень сильно отскочить и закрыть все это падение такой бард симпсон он на самом деле напоминает очень разворотную фигуру если мы посмотрим то что происходит вот здесь вот это такая кривая улыбка чеширского кота посмотрите на часовике а рассай лежит в глубокой перепроданности как он лежал вот здесь и вот здесь и смотрит на отскок и такая фигура еще раз говорю напоминает знаете чего напоминает ripple времен суда сек год назад примерно помните что было с реплом посмотрите только это более старший таймфрейм дневной но паттерн тем не менее посмотрите-ка рост слив рост импульс все зашли слив ниже чем был рост обратите внимание и после этого что после этого уже начинается настоящий рост естественно тоже не одной палкой вверх а вот такими вот волнами вот соответственно просто посмотрите вот на этого барта у которого дно ниже чем начало импульса и сравните с тем что сейчас сделал bitcoin плюс держите в голове вот это количество ликвидаций аномальное совершенно и все то что я вам до этого сказал наканда выв сигнал на покупку все еще горит сигнала на продажу не было свеча зеленая очень плотный кластер объемов здесь по trdr уровня отработали просто как по учебнику посмотрите я вчера в чат кидал что здесь есть продавец чуть не дошли цену задампили вот интересно что будет с покупателем кстати стенки убрали возможно сейчас чуть-чуть еще будут лить ниже и там уже оставить стенки вот у нас стакан ну тут плотность покупателей извините меня по 28 тысяч купить готовы полтора раза больше чем продать по 31 так что стакан я вообще не понимаю толкать цены наверх очень легко рынком но маркет-мейкеру видимо пока это не надо вот он в этом боковике хочет всех добрить вообще понимаете что это за боковик это боковик где бреют всех понятно что там какие-то отдельно взятые скальперы могут на этом заработать но и они в основном комиссии отбивают и свои стоп лоси а по факту такие боковики как на росте так и на падении это стадия отъема денег как в казино знаете если долго в нем сидеть и играть по любому все сольешь почему потому что есть хаос edge это тот процент который они имеют с тебя в любом случае то же самое по биржам у них всегда есть тот процент который вы им платите неважно лонгуете вы шортите соответственно на трендовых движениях легче зарабатывать если вы стоите в шорт или в лонг без разницы вы можете быть в плюсе а на боковиках вы просто платите комиссии и теряете на стоп лосах поэтому это движение я думаю создано для того искусственно чтобы вытряхнуть всех кто сейчас набирает позицию я верю что это те кто набирает позиции в лонг параллельно засаживают в шорт еще но как я уже сказал есть только один способ узнать ребята поэтому наберитесь терпения выдержки напишите в комментариях свой вариант в каких вы позициях если вы в шорте я за вас радуюсь если вы в лонге отсюда я за вас тоже радуюсь вот если вы в минусе я желаю вам поскорее выйти из него вытянуть свою сделку из просадки ну и наверное все все ссылки в описании подписывайтесь на канал ставьте лайк это непростое время и скоро увидимся всем профитроли пока 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 а а а а а а Продолжение следует...